Приветствую сердечно тебя, дорогой Виссарион, ты меня разбудил как раз таки в момент, когда я рисую, как раз я рисую, теперь там ничего не понятно, потому что она не завершенная, но я-то ее рисовал, знаешь, с какого впечатления, я посмотрел, как танцевала Дункан, а стихи на этом фоне говорил Сергей Есенин. Ну, есть такое видео, да, такое вот, и это было такое просто, ну, божественное такое танец был, я стал рисовать, и в этот момент вот тут ты позвонил, я поэтому еще не закончил, ну, поэтому, видишь, там вот сплохи такие вот танцуют, а если меня спросят, а как теперь назовете, я скажу, я скажу, танец с Виссарионом, Они скажут, а где Виссарион? Я скажу, ну, там его не видно. Ну, конечно, я к нашему вебинару, который мы в четверг будем проводить, 20 часов, сыграй свою игру. Кто не знает, я скажу, там как раз таким мощнейшим образом идет выход на нулевое состояние, в нулевом состоянии автоматически обрезаются все страхи, шаблоны мышления, И человек выходит на тот вопрос, который он хочет решить без всяких этих вот инерций психологических предыдущих, без шаблонов мышления со свободным сознанием. И там подключается, как бы он, знаешь, ну, ты знаешь это все. Поэтому, что сказал Альшуллер насчет этого, насчет психологической, насчет творческой личности и насчет достойной цели? Я считаю, мы достойную цель с тобой будем, еще с Калошиным, будем сокращать кризисы и войны и потребность лекарств на планете, и будем, значит, это самое с ИИ, чтобы ИИ не контролировало человека без его разрешения. Как ты считаешь, это достойная цель? Я думаю, что да, конечно. Просто люди, которые не следующие подумают, какая наивность. Нет уж. Мы люди простые, но не наивные отнюдь. Простые, потому что глубокие. Хасай, дорогой, ты очень правильно слово употребил. Сам того, наверное, еще не зная. Игра. Сыграй свою игру. Именно свою, не чужую. Потому что психологи часто говорят, играйте, играйте. Это одно дело игра, а именно свою игру. А у меня там на вебинаре будет алгоритм, как подобрать именно свою игру, которая резонансно, синхронно самому человеку в моменте. Поэтому сразу снимается стресс автоматически, и он выводит себя на состояние Творца. Ну, там соединяется с вечностью, ему начинает помогать вся природа, Вселенная. И он решает задачи. Ну, вот-вот-вот, больше говорить не буду говорить. И что говорил по этому поводу от Шулер? О достойной цели? Как ее воспринимают? Я когда в ТРИС пришел, это был 88-й год, и ТРИС занимался только железом. Ну, всякими изобретениями самого разного уровня. Это от простейших, там, распредложений типа, да, и до очень высокого уровня, практически до открытий. Есть книжки на эту тему даже, там, называется, от производства к открытию, ну, типа такого. Могу показать, если найду сейчас быстро. На первом семинаре, на котором я был в 88-м году, мы решали только технические задачи. Я с очень большим интересом это воспринял. Я был тогда уже кандидатом наук, руководителем группы в военном закрытом НИИ. И узнав немножко... Это Новосибирский, Новосибирский был тогда. Новосибирский НИИ автоматических приборов он называл. Да-да, понятно. НИИ АП. Понятно. На самом деле мы разрабатывали системы, то, что сейчас называется радиоэлектронная борьба, РЭП и радиолокационные всякие штуки. Да, понятно. И я буквально за полгода, после того, как с ТРИЗом познакомился, решил, ну, штук пять, наверное, задач, которые не решались до этого вообще никак. 11 лет, 11 лет. Институт когда-то поднялся, в 48-м году его организовали. Работал очень интенсивно, хорошо. А потом раз, и полка. Я пришел туда в 85-м году. 11 лет показатели наших разработок не менялись. Они вот как вышли на полку, так остановились. А когда я ТРИЗ узнал, уже более-менее стал практиковать, все книжки перечитал. Библиотека была отличная. Я изобретательский прием применил. Если читать такие книжки альшулеровские на рабочем месте, а я руководитель группы, то это неправильно. Люди будут видеть, что я какой-то фигней занимаюсь. Чем хороши закрытые институты? Там есть так называемые секретные комнаты. Я брал два секретных документа. Подмышку, книжку Альшулера. Заходишь в эту комнату. Там одна дверь, окон нет. И часовой стоит у двери. То есть туда никто не имеет права войти. Я свои секретные дела быстренько делал. Открывал книжки альшулера и полдня читал. У меня был хороший зам, пенсионер такой замечательный, который все знал в институте. Я только пришел, практически ничего там не знаю. Сложная структура. Полторы тысячи человек народу. Представляете, да? Если не больше. Таким образом я прочитал все книжки ТРИЗ. Библиотека была великолепнейшая. И стал применять уже к своим рабочим задачам. Решил штук пять. Причем таких, которые, повторяю, лет по 10, по 15 стояли, не решались. Вот. Ну, потом пришлось уходить. Это отдельная история. И как раз связана с тем, о чем мы будем говорить. А говорить мы будем о жизненной стратегии творческой личности. В 89-м году я, когда попал, уже ушел из института. Я попал совершенно на великолепный семинар. Борис Злотин проводил в Челябинске. А Челябинск мой родной город. Я с удовольствием туда поехал в командировку на две недели. Большие, длинные семинары были. 72 часа. Сейчас такого невозможно. Просто на 72 часа оторвать специалиста. Ну, из бизнеса, так скажем. Никакие монагеры, ну или менеджеры, не дадут. Поэтому, например, я сейчас провожу семинары. Самый длинный, мне 32 часа. При этом все люди, пришедшие на семинары, решают свои задачи. Но не более 25 человек я беру, потому что, ну, больше не успеваем. Давайте еще время будем решать. Так вот, когда я попал в Челябинск на семинар Злотина с Игорем Верткиным, довольно большую часть, часов, наверное, 12 из 72 было посвящено совершенно новой разработке. Альшуллер Верткин, авторы. Вот книжка. Покажи, покажи, сильнее покажи. Вот так, мне плохо видно. Ну, прочитай название, прочитай. Рабочая книга по теории развития творческой личности. Да. И когда вдруг среди... Это, конечно, было, да, перебежно. Среди вот такого очень интересного творческого процесса про решение изобретательских задач, вдруг выходит один из авторов этой разработки, Игорь Верткин, и рассказывает о том, как надо жить. Нам, как людям, как человекам, живым, живущим в социуме, не просто в социуме, а в России, а это было время предперестроечное, 86-й, 87-й год примерно. Понимаете, что творилось, но кто постарше, наверное, помнит. Я, по-моему, в эти годы приезжал туда. Канадская фирма «Тайм-менеджер» проводила... Там много появилось тогда. Я в «Тайм-менеджер» проводил в «Тайм-менеджере». Да-да-да-да. Вот. И там вдруг и Борис, и Игорь рассказали о достойных целях. Ёлки-палки, чего такое? При чем здесь изобретательство? Казалось бы. Я не сразу въехал, никто практически не въехал. Было народу человек, наверное, 70 со всей страны. Нужно было осознать. И это осознание ко мне пришло не сразу далеко, хотя кандидат наук, там уже три знал, уже гордился, что я такой, знаете, крутой мужик. Как-то вот. Выходит Игорь и говорит. Это из книжки «Жизненная стратегия творческой личности». Важнейший параметр творческой жизни – «Жизни» – достойная цель. С больших букв написано «Достойная цель». Что же это такое? Вот некоторые основные критерии. Первое – новизна. Цель должна быть новой. Она может быть и старой, но тогда новыми должны быть средства ее достижения. Опа-на! Во-первых, ТРИС – это теория развития систем. А что такое развитие? Стремление к какой-то цели, к какому-то идеалу. Есть такое понятие – идеальный, конечно, результат в ТРИС. То есть с этим понятно. А вот новые инструменты достижения цели – это вообще задачка совсем другая. Года через два я только понял, что вот это для меня и будет моей личной достойной целью. Я стал совершенствовать ТРИС. Сколько у меня? 24 статьи, опубликованных по ТРИС. И из них некоторые – это просто новые инструменты, которых раньше не было. Ни Альшуллер, никто другой не придумал. Я лично это придумал, преследуя вот такую достойную цель – дать человечеству новые инструменты творчества. Не креатива – терпеть, ненавижу иностранные слова, а творчество. Есть русское слово – творчество. Дальше, второй пункт. Общественная полезность. Достойная цель должна быть положительной, доброй и направленной на развитие жизни. Представляете, да? А я работаю в военном институте, который делает оружие. Прямо на семинаре я что-то стал задумываться, а тем ли я занимаюсь, достойна ли моя цель. Ну, правда, есть очень хорошая фраза, помните, из фильма «Осфицеры». Есть такая профессия – родину защищать. Вот сейчас мы в такой ситуации, когда, несмотря ни на что, приходится разрабатывать систему вооружения, систему уничтожения людей. Ну, что важнее, человек или Родина? Ну, как бы для меня… Мы сейчас будем говорить о другом. Да. Третий пункт – конкретность. Не общие благие намерения, но четкий комплекс задач, к решению которых можно приступать хоть завтра, да хоть сегодня конкретную цель сформулируйте и идите к ней. Значительность. Может быть, следовало бы сказать смелее. Достойная цель должна быть великой, ибо ее достижения оплачиваются великим трудом, а иногда и жизнью. Мы знаем… Это, в принципе, смысл жизни где-то вот идет. Да-да-да. Мы знаем десятки, сотни примеров, когда люди жертвовали своей жизнью для того, чтобы сделать какой-то шаг к достойной цели. Вспомните наших биологов, которые изобрели вакцину от холеры, да, и человек, чтобы доказать, что она работает, просто выпил полстакана с холерой, с холерного вибриона. Мечников, по-моему, был, точно не помню. Пятый пункт, очень интересный. Еретичность. Достойная цель опережает свою эпоху, поэтому зачастую воспринимается как ересь, как течество невероятное, неосуществимое. Она и в самом деле иногда недостижима, особенно в своей первоначальной формулировке. Правильно, да. Помните, когда Циолковский сказал, что Земля – колыбель человечества, но мы не обязаны всю жизнь здесь в колыбели. Достойнейшая цель – освоение космического пространства. Мы все равно к ней придем. Какие-то ситуации, там, истощение ресурсов, которым нас пугают, когда-нибудь это наверняка случится, да, Земля конечна, и мы должны будем осваивать космическое пространство. Как мы относились к Циолковскому? Да придурок глухой. Шаблоны мешают. Я тебе хочу знать. Шаблоны мышления внешних обстоятельств в обществе мешают. Третий, шестой пункт – практичность. Продвижение к цели все время должно давать частичные, конкретные результаты. У нас есть это, у нас есть это. Да. Я поэтому не буду даже… То есть реальная польза. Да. И седьмое – независимость. Спольшие коллективы нужны, когда цель частично достигнута и перестала быть ересью. Поначалу же работу ведут одиночки или небольшие группы. Так и бывает, да, конечно. Поэтому достижения, хотя бы в первом приближении, как правило, доступны одиночным исследователям, нам с вами. Именно так. Как правило, да, и не требуют сложного и дорогого оборудования. Именно так, на кухне мужа. Которое по карману лишь большим коллективом. Да, да, правильно. Вот я хочу… Очень правильно. Правильно, правильно. Очень правильно. Тем критериям достойной цели. Дает надежду пионерам. Тем, которые впервые что-то делают, которые как на канате, канатоходцы, потому что каждое движение у них ничем не обеспечено, и они как над пропастью в этой новизне, в этой неопределенности. А это дает как раз-таки им тоже надежду. Потому что есть люди, как мы, которые что-то придумали, ради чего болеют душой, и для их уверенности тоже, чтобы они расправы, работы. Очень правильно. Вот, по-моему, Нирси спрашивали… Это Бора спрашивали, или кого-то спрашивали, а как относятся ваши соплеменники к вашим идеям, открытиям? А он говорил, ну, они говорят, ну, этого не может быть. А как говорят, говорили их потом следующее поколение, а следующее поколение говорило, а как же иначе? То есть уже для них уже шаблонов становилось. Вот эти шаблоны, они мешают. А потом говорили, да это все известно. Да, да, да. Это всегда было. Вот я вот сказал, повторяемое движение, это пример, повторяемое движение снижает напряжение, я сказал, лет 40 назад, наверное. Сейчас уже этим никого не удеешь. Конечно. Да. Все тебя уже, ну, не все, но многие тебя уже знают. Они у меня могут и не знать. Главное, что есть и не только наши единомышленники, которые, ну, эту точку зрения твою, твой подход, метод ключ разделяют. У нас повторяемое движение есть, чисто механические, и еще идиомоторные движения. Вот в чем интересность? Дело в том, что при повторяемом движении ты невольно, если ты попал в ритм, ходишь в автоматизм, когда ты это уже делаешь без расходов энергии. А вот этот автоматизм можно сразу получить через идиомоторное движение. То есть два... Я уже попробовал. Два входа. Еще пару слов скажешь. И мы перейдем к нашей теме. У тебя возникает вот эта нирвана, безмятежность или, по-современному говоря, дефолт работы мозга. Да. Я хочу еще пару слов сказать, Скорсай. Давай, давай. И потом как бы начнем уже о том говорить, ради чего мы собрались. Я процитировал вам слова из книжки. Ой. Так. Как стать юридиком? Юридиком. Кто автор? Вот это Альшулеровская. А, его самого. Здесь сборник. Здесь много авторов. Но вот самое главное, как раз, это первая публикация по жизненной стратегии творческой личности. Помнишь, я сказал, что ты слово игра употребил. Да. Так вот здесь жизненная стратегия, плохо ориентируюсь, построена, как шахматная партия. Человек делает ход, внешние обстоятельства ему отвечают. Ну, представляете, в шахматы, наверное, многие умеют играть. И получаются очень интересные, неповторимые часто ситуации, когда творческий человек со своей новой идеей приходит в этот мир, который сложился, которому ничего не надо, все хорошо, все нормально, все стабильно. Есть, что пожрать, есть, куда съездить, есть, что выпить. Там. Нет, самое главное, там не только шаблоны, а там еще и такая парадигма, что в своем отечестве пророка не бывает. Да. Ты можешь быть семь пядей во лбу. У меня несколько раз я встречал такую ситуацию, когда про меня говорили. Я там сделал открытие о том, что можно в точке включать биологически активное через кору головного мозга без всякой иголки. Первое мое было, когда я совместил гипноз с головоклаванием. Без иглы теперь. Сигнальная рефлексотерапия такая. Я помню, как это встретили, значит, да вы что, это какое открытие может быть? Я же его папу знаю лично, мы вместе работаем. Понимаешь? Представляю. Хорошо, что они сказали, мы же с ними пиво пьем. Как он может открыть? Это обычно бы... У меня такая же ситуация была, только жестче, потому что вот я упомянул, что я там шесть задач решил технических. Одна из них была посвящена снижению веса блока питания радиолокатора для Су-27. Сейчас уже об этом можно говорить, много лет прошло. Эта штука весила 54 килограмма. Представляете, на истребителе 54 килограмма просто железка, которая питает радиолокатор. Ну, это важно, все нужно. Это как раз на той парадигме было основано, когда институт загнулся, и вот они 11 лет делали одно и то же практически. Этот блок занимал пространство, ну, типа, знаете, мини-тауэр, блок питания для компьютеров. Ну, такая штука, 54 килограмма. С помощью ТРИС, исключительно с помощью ТРИС, я это все дело преобразовал в один кубический дециметр весом 4 килограмма. Характеристики те же самые, что у той большой железяки. Собирается ученый совет, а ученый совет это у нас было два академика, человека три член-кора и 120 кандидатов наук, докторов и кандидатов наук. Вот такая аудитория. Серьезная контора была. И вот когда я доложил свои результаты, показал макет, железяку я не мог сделать, я мог только сделать макет, кубический дециметр, 4 килограмма, на выходе 6 киловольт 1 ампер. То, что было вот в этой большой железяке. Докладываю, у академиков глаза загораются. Мой изофлаб вообще счастлив, потому что прекрасное, очень сильное решение. После чего я тоже уже все поняли, что все классно, все по физике, по новейшей физике тогдашней, 86-й или 87-й год. И тут встает директор института, директор, назначенный обкомом КПСС, который учится на вечернем факультете у этих академиков. Можете себе представить, да? На третьем курсе. А тут представляете, аудитория такая, встает студент, но партийный, назначенный. Это называется внешние обстоятельства. Мы бы своего выбрали, если бы могли, но нам назначили. И задает мне вопрос, от которого я просто, ну как по-русски сказать, охренел. И не только я, вся аудитория. Он говорит, значит, Виссарион Григорьевич, может быть, вы и правы, и показывает на формулу Фарадея для расчета трансформаторов. Это не я придумал, это Фарадей 200 лет назад. Но куда мы денем два завода, которую делает нам вот это большое ожилие. Это понятно, я это понимаю. Я решал задачу, которую мне поставили. Снизить массогабаритные характеристики туда-сюда. Результат. Я сэкономил 50 килограмм взлетного веса истребителя Су-27. Ну, не только истребитель на самом деле. Что такое 50 килограмм взлетного веса? Это ракета воздух-воздух в то время. пауза, значит, аудитория молчит, я тоже как бы этот язык проглотил, не ожидал такого вопроса, как бы не в тему. А потом оклемался, сообразил уже по-трезовски и говорю ему, а вам что важнее, чтобы заводы работали, ну, грубо говоря, делая вот это вот, чуть не сказал слово дерьмо, я его не говорю, или чтобы наш самолет был мощнее хотя бы на одну ракету. Собрал бумажки, ушел, написал заявление и уголился на завтра. Нет, я сразу написал заявление, завтра они пришли. Ну, не директор, конечно, а вот завлабы, член коры, доктора. Говорит, Виссарион, не уходи. Такие решения нам нужны, у нас вот институт уже закис, уже 11 лет ни хрена нового не делаем. Я говорю, не, ребята, вы мою работу в урну выкинуть хотите? Я это не потерплю. Да мы тебе квартиру дадим трехкомнатную, а мне ребенок только что родился. Теща с нами, четыре человека в двухкомнатной малютке там, хрущевке. Понимаете? Я все равно ушел. Ну, надо было отработать две недели, я честно отсидел, ничего не делая практически, и уволился. И мы с этими ребятами, которые меня впервые научили ТРИЗу, организовали первый за Уралом творческий кооператив на основе ТРИЗ. Назывался он «Алго», потом это превратилось в научно-производственную фирму «Инженерная экология». имелось в виду не только экология природы, а экология инженерной работы, инженерной деятельности. И понятное дело, что мы основывались на ТРИЗе, на всех его идеях, и на идеях жизненной статегии творческой личности. Вот она когда сработала. Если я себе цель такую поставил, сделать инструменты, передать как можно большему числу людей, то, что сделал Альшулер, то, что сделано в ТРИЗ, не только Альшулером, много людей работало. И я стал этим заниматься. У меня через мои, как сказать, не руки, а через мои мозги, через мои аудитории прошли несколько тысяч людей, самых разных, от школьников, студентов, аспирантов, научных работников, инженеров, до руководителей крупных предприятий, ну и так далее. Это моя личная достойная цель. Я так себе, я тогда ее не сформулировал, я почувствовал, что если я вот это сделал, я должен научить других, чтобы они это делали, тоже умели это делать. И вот среди нескольких тысяч моих учеников наберется наверное килог пятьдесят всего, которые очень глубоко приняли эти идеи, не только тризовские идеальный конечный результат, приемы, противоречия, туда-сюда, но и жизненную стратегию творческой личности. А почему так мало? Это всегда так. Это не только в Тризе, это и у нашей школы, и у любой системы. Я хочу вам показать всем известный график, вот такой. Это всем известный так, как мне выше, я вот так. Видно, да, пять процентов слева, пять процентов справа и посередине некая средняя величина. Ось творчества, неважно в какой области, техническое творчество, музыкальное творчество, художественное творчество. Посмотрите за спину Хасая Магомедовича. Вы видите, чем занимается этот творческий человек? Он рисует картины. Как давно ты рисуешь картины, Хасай Магомедович? Ну, половину жизни. Но не всю. Половину, да. Но не всю жизнь. Не, но я же не знал, что я художник, потом только понял, что я могу рисовать. Правильно. Вот, когда я ушел и начал работать преподавателем, тренером, разработчиком, консультантом, это очень творческая работа. Не то, что было в том институте, там одно железо и все. А тут заказчики, то страховая компания, то какой-нибудь новокузнецкий металлургический комбинат, то шахтеры из Кузбасса, то банкиры, то рекламщики, то на выборы приглашали. Шесть выборов выиграно с помощью ТРИС, лично мной. Пожалуйста, на Курган-Приборе был когда-нибудь случайно? Где? На Курган-Приборе. Там был Гюпинин, Гюпинин был, который как раз таки изобретал очень много, такой хороший машин. Я в Кургане был один раз, и мы, я там участвовал в создании технопарка. Это было давно, в начале 2000-х. Я говорю про годы раньше, еще я был там в 81-м году. О, нет. В 81-м я еще был не ТРИЗовцем, я был простым научным работником, кандидатом в наук, в 85-м защитился, и начал писать докторскую. Было уже половина написана, но пришлось уходить, потому что людям важно было, чтобы заводы работали, а бы как, а бы что выпускали. Как у нас недавно один человек большой-большой, самый большой выступил. Что Россия производила? Одни галоши. Я знаю. Галоши было произведено в Советском Союзе. На каждого человека четыре пары. На четыре пары. Представляете? Много галоши. А Днепрогресс откуда взялся? А первая атомная электростанция откуда? А первый космонавт. Ёлы-палы. Почему забыли это? А войну почему выиграли? Потому что была индустриализация, а там без изобретательства ну никак. Всплеск был. Появилось всероссийское, ой, всесоюзное общество изобретательных и рационализаторов ВАИР. Я помню. Помните? Конечно, ну как же. Еще бы. А вот у меня значок. я и сейчас член ВАИР. Зачек непростой. Он серебряный. Потому что я учреждал, возрождал ВАИР. Там лет пять назад это происходило в Москве. Просто я туда поехал. Для меня это важно. Я занимаюсь развитием творческих способностей людей. Так вот, возвращаясь к этому графику, я потом себя успокоил, что это не я виноват, что мало людей. Да не, ну ты что говоришь, это я тебе больше. Потому что есть вот пять процентов слева, это люди больные, изначально это рожденные с инвалидностью. Ну, например, дауны, например, аутисты, например, церебральный паралич. Откуда я это знаю? Потому что на основе ТРИС в девяносто четвертом году я лично разрабатывал программу социальной защиты инвалидов впервые в России впервые за четыре месяца. Быстрыми вот этими ТРИСовскими методами нам удалось сделать тогда эту программу. Она до сих пор работает. Прошло раз, два, три, почти тридцать лет. Я был молодой тогда, не лысый, не седой. Я знаю, да. Вот. А с другой стороны пять процентов, которые шибко умные, да, вот они показывали, вот здесь. Это те самые творческие люди, это большая статистика. Если вы знаете, есть такая пирамида Маслова, пирамида потребности людей, самый верх это пять процентов. Вот оно объяснение. Я хочу немножко сказать вот о чем. Дело в том, что это в любой области, так, в любой, в любой, всегда определенный процент, не все. Даже есть эта книжка художника, который, ну, наш, который такой, великий художник, который, который писал светомузыкальные вещи, у него... Крябин. Это музыку Крябин сделал. Ну, да, я понимаю. Нет, нет, еще был, который начал... Ну, ладно, вспомним, потом скажу как-нибудь. Он написал, в книжке у него написано, что только полтора процента людей понимают, что такое искусство. Он имел в виду его искусство. Дело в том, что, когда мы говорим о творческой личности, когда мы говорим об изобретательской способности, я-то думаю, что каждый человек имеет в потенциале творческий геном. Абсолютно, я в этом уверен. Да, 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 да. Другое дело, что у него в воспитании, в образовании не лежит это доминанта. И он думает, что изобретатель это совсем другой человек. Или он думает, что художник это не я, художник это он. У него нет ассоциаций, что он может быть художником. Потому что он даже не пробовал никогда, взять кисточку и нарисовать солнышко. Да, ну мы как раз в школе, человек будет с учетом, а вот открываем творческие возможности, заторможенные у людей. Именно тем, что мы показываем, что оказывается и так можно, и так можно. Да, они мне часто говорят, люди, разве так можно? Да, конечно, можно. А люди это как учили, делай как я, или делай как он. А мы говорим, делай как ты, а как мне делать? А вот мы на ноль выводим, выходит человек на нулевое состояние, мечтает о желаемых переменах каких-то, и идеи сами родятся, независимо от того, он даже и не знал, что он изобретатель. Вот это очень интересно. Я думаю, самое главное сегодня, то, что ты сказал, что оказывается ту идею, о которой мы говорим, что мы создадим сейчас защиту для человечества против расчеловечивания людей, откуда бы она ни шла, от того, что искусственный интеллект потеряет контроль или не потеряет контроль, или какая-то банда, которая управляет человечеством за счет того, что у них слишком много денег, или еще почему-то, или шизофреник будет какой-то там управлять чем-то, чтобы был заслон, мы это сделаем, и вот эти сомнения и беспокойства, что как люди воспримут, конечно, воспримут так, что это наивность какая-то, потому что они такого ранга задачи не решали. Еретичность, скажем. А, еретик появился, или еретик, как правильное ударение, не знаю. Но самое интересное, что все глобальные идеи, которые потом воплощены в жизнь, благодаря которым мы живы и живем, мы уже и авторов их забыли, они поначалу все воспринимались вот так. Какая-то... Это закономерно. Да, закономерно. Есть такой физический закон, принцип Леш-Ателье называется. Он примерно так, смысл его в том, что вот если у вас есть шар огромный лежит, да, и вы ему бьете кулаком, а он не шевелится. Ну, не сдвигается, мало силенок, да. Принцип гласит так, что система стремится к стабильности, она будет стабильна, как бы вы ее не били. Но если вы будете давить постоянно, она сдвинется. Вот и все. То есть, вот то, что здесь я упоминал, цитировал, вернее, от Шулера, что должно быть поступательное движение шаг за шагом и какие-то промежуточные результаты обязательно конкретные. Во-первых, цель должна быть конкретной. Я много раз встречал в жизни, уже в тризовской своей жизни, я как бы жизнь делю до Триза и во время, когда человек, например, заказывает рекламу и говорит, мы всех осчастливим, мы сделаем счастье. Посмотрите рекламу Сбербанка, грефа этого придурочного цифровика. Чего они говорят? Приходите к нам, мы вам все обеспечим. Кто-то говорит, сделайте мне красивую рекламу. Ёлки-палки, красота разная. Вон я вижу за спиной Хасая картины. Для меня они красивые. А портреты какого-нибудь гидсека не очень меня привлекают. Я тебе нарисую картину, у тебя будет там висеть на стене. Вместо вот той горы Белуха, которая, там фотография у меня висит. Не, может, там не видно, отсюда не видно. Харенькая уже выцвела почти. Ты мне скажи, Рисаревна, мы сможем же туда подключить еще Калошин сейчас закончит свой проект, он сказал, что я буду с вами. Да. И там еще через неделю я должен разговаривать, Калошин поедет к нему. К Подкатилен. Да. Сколько у него изобретений у Подкатилена? Я точно не знаю, он не говорит, потому что они у него секретные в основном. Я знаю, что в Буране не надо, не надо, это не надо. Около сотни. Это не надо. Одно в Буране только. Это не надо. Ты скажи. Это уже можно говорить, это 25 лет прошло, ничего страшного. Я понимаю, я понимаю. Командир Бурана был мой приятель. Ну вот, видишь, и так и не взлетел, да. такой интересный мужик. О, такой. Он мне рассказывал интересную вещь. Когда он оказался в состоянии невесомости, он почему-то оказался вверх ногами, как бы. То есть, он видел пол вон там невесомости. Потом он усилием воли внутри себя что-то сделал, и картинка перевернулась. Он мне этот случай рассказывал. Это так удивительно, насколько мозг интересно работает. Слушай, Касай, вопрос в сторону совершенно. Как ты думаешь, у этого человека, которым ты сейчас сказал, была достойная цель? Конечно, Волка, конечно. Вот про то, что я перечислил. Да, конечно, он всю жизнь космос отдал. Конечно. Он был очень удивительный. Ну, все могут в интернете почитать. Он всегда был таким, знаешь, а фамилию тогда скажи. Игорь Волк. А, Волк? Да. А он же летал, по-моему, да, потом? Ну, он летающий был, конечно. А, Буран-то без экипажа летал. И отряда Буран. А, отряда Буран. Да. Я понял. Конечно, летал. Слушай, он же в Звездном городе в центре подготовки космонавтов. Я тебе хочу сказать, он такой был интересный мужик, и он был всегда, он всегда имел свое мнение. Вот он с начальством разговор очень интересный. Вот такому интересно, пусть посмотрят там в интернете, почитают его судьбу, интересы очень. Он с дочкой своей меня познакомил, они с дочкой приходили ко мне на Таганку, в Центр защиты от стресса, ко мне приходили. Мы дружили с ним. Очень интересный мужик. Вот. Ну, давай-ка мы вернемся к теме, ради которой собрались. Ты говорил насчет того, что у тебя появилось много пациентов, которые чувствуют стресс, испытывают, из-за того, что идет цифровизация и что, мол, искусственный интеллект нас скоро выдавит с работы, что мы будем делать. Позни поподробнее, ты мне только по телефону сказал так, с кользом. Я говорю о том, что сейчас время, время, неожиданно даже для любого человека меняться будет очень быстро, потому что всеми мильными шагами технический прогресс всегда опережает нравственное воспитание людей, моральное, так сказать, моральное утверждение о человеке, человеческих качествах, технический прогресс, потому что так устроена жизнь, что многие производства, коллективы ради безответственно могут создавать что угодно, потому что они работают, привлечены к какой-то деятельности, а в конце этой деятельности может быть создание какой-то бомбы, супер-бомбы, а этому человеку что делать, ему-то жить надо, вот его пригласили, жена, дети, ему надо зарплату, кусок хлеба, и вот работа, и вот он там делает эти военные штучки, не задумывается. Как я занимался же, я честно отрабатывал. А я пять лет отдал, слушай, в позиции я работаю. Я знаю, у меня все допуски были, все было, я это все знаю, то, что ты говоришь, я все знаю. Вопрос же в другом. Вот сейчас человек окажется в ситуации, когда часть его функции заберет вот эта вот техническая система искусственный интеллект, который даже вот мы сами там кое-кто там участвует мой товарищ там один из главных людей, член корреспондента. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он убежден, что это будет человеком контролироваться, правильно управляться и так далее. Но я слышал разговор от человека, который был крестным отцом от этого ИИ. Я смотрел, я тебе ссылку брошу. очень интересно. Он там выступал и говорил, что сейчас искусственный интеллект развивается с такой бешеной скоростью, что шанс того, что он заберет управление по свой собственный контроль, есть такой шанс. Вот я на этот случай. Я на этот случай, потому что искусственный интеллект может независимо от нас начать нами управлять, мы даже не поймем, как это произойдет. Мы даже и не поймем, как это произойдет. Я не верю в это, я не хочу в это верить, я знаю, что человек всегда победит, но, как говорится, лучше знать, чем не знать. А миллионы людей думают, они привыкли, что кто-то за них какие-то вопросы важные решит, государство решит, как нас при социализме приучили, что мы обеспечены завтрашним днем и не думали никогда о завтрашнем дне, потому что за нас это делалось. Я помню это время замечательное. А сейчас, а сейчас поэтому, когда ковид наступил, когда всем сказали делать вот это, делать вот это и все начали делать, потому что привыкли не своей головой думать. А теперь говорят вот по истечению времени, что не всегда это было правильно сделано, не всегда это было обосновано. Я не хочу на эти темы здесь разговаривать, канал мне надо беречь. Я о чем говорю? Вот то, что мы с тобой сейчас рассуждали, ты мастер-трис, уважаемый человек. Калошин тоже мастер-трис, уважаемый человек. За вами стоят миллиарды сэкономенных для страны денег. Не просто трудно. Ну да, я же знаю, вот вопрос в другом. Мы же собираем такую кучку настоящих людей, за спинами которых стоят сделанные дела большого масштаба, государственного масштаба. Поэтому, когда я говорю, давай мы сделаем вот это, решим этот вопрос, чтобы люди, которые меня слушают, не подумали, что я как картины рисую, что я так же фантазирую. Я фантазирую, но эта фантазия превратится сейчас в реальность, потому что я не один фантазирую это, а я нахожусь во взаимодействии с нормальными творческими людьми, которые сердцем своим страдают за здоровье людей, за здоровье страны, за здоровье планеты. Мы люди неравнодушные, поэтому мы об этом и говорим. Да, Валерий Шарьевн? Да, Я хочу немножечко прокомментировать твои слова насчет искусственного интеллекта. Я учился в Академгородке в Новосибирске и у меня куча друзей просто. Я по молодости был большой любитель потанцевать и каждую субботу организовал танцы то в одной общаге, то в другой. Меня знал весь университет. Нас тогда было не так много, там, две-три тысячи, две с половиной тысячи всего студентов. Практически все друг друга знали, а меня тем более, потому что я пляски эти устраивал по ночам, не давал спать тем, кто не любит танцевать, и меня тоже поэтому знали. Так вот, у меня есть друг, математик, член-корреспондент, доктор, профессор трех институтов, один университет и два еще института в Новосибирске. Он занимается искусственным интеллектом с тех пор, когда еще слова такого не было, с 85-го года. Вот я защитил кандидатскую, а он защитил тогда уже докторскую. Он чуть-чуть меня старше, там, на год, на два. И как раз это уже были зачатки искусственного интеллекта, он потом так стал называться. Так вот, он мне сказал то, что в Трис давно известно. Еще Альшулер говорил, что компьютеры, ну, то, что называется искусственным интеллектом, сначала вытесняют человека с исполнительского уровня. Что такое исполнительский уровень? для того, чтобы мне купить билет, когда я был студентом, и пролететь домой в Челябинск из Новосибирска, я иду в кассу, выстаиваю очередь длинную, в Академгородке всегда были длинные очереди, значит, потом передаю денежку кассиру, которая выписывает мне билет, и я потом лечу. 10-го числа мне надо быть в Москве. я беру компьютер, который сейчас меня показывает, набираю тутуру или авиасейс или чего-то, выбираю билет, оплачиваю билет карточкой, мне приходит мейл с билетом, с маршрутной квитанцией, я ее распечатываю, вот она, чтобы не быть белословным, вот это я купил вчера на 10-е число, полечу, чтобы встретиться с Хасаем в том числе, где бухгалтер, где кассир, это рутинные операции, хорошо, что хоть не на счетах считали, но в то время, когда я учился, еще и калькуляторов не было, на счетах считали. Я помню все это, даже еще... Нет, смотрите, уход с исполнительского уровня, бухгалтера, во многой части юристы, всякие консультанты, часть медицины уйдет. Конечно, конечно. То, что самое рутинное, вот этот первый уровень, понятно, что бухгалтера боятся, но елки-палки. Люны, людей, будут без работы. Передвиньтесь вы в другую немножечко, вправо-то уйдите. Бухгалтера где-то вот здесь сидят. Это не творческая работа, хотя на самом деле творческая. Если надо уйти от налогов, то там надо творчество проявить недвижимное, так же, как юристы. Это всякие масса таких профессий, которые ну как бы не то, что унижают человек хомо сапиенс, человек разумный, ну что-то там делает такое. На самом деле занимаемся чепухой в жизни. Да, побольше чем. Мы занимаемся рутинной работой, ходим на работу, от звонка до звонка раньше ходили, слушай, это вообще кошмар какой-то был. И там сидели, ну, анекдот такой был, что люди имитировали, что они работают, государство имитировало, что платят им зарплату. Да, да, да. Ну, там сидели. Не, ну, чертежники, например, когда я вот эту свою железяку делал, последнюю, реальную, военную, там было задействовано у нас конструкторское бюро было человек 200, наверное. Я понимаю. А сейчас автокад, программа, там, компасы, всякие. Самое главное твое мнение, ты сказал да, теперь надо Калошина. Не, погоди, я не досказал. Я про первый уровень сказал, про исполнительский. Когда вот этот уровень будет примерно заполнен, он сейчас заполняется интенсивно несколько лет подряд, вот этот так называемый искусственный интеллект перейдет на второй уровень. Уровень управления процессами, в основном технологическими процессами. А СУТП появились, я извиняюсь, еще в 80-е годы. А теперь я был на Северстале, например, стан огромный катает листы железные, а человек управляет джойстиком, как для игры. Понимаете, да? И плюс еще компьютеры отслеживают всякие параметры. Температуру, там, листа, уход волков в стороны, там, ну, всякое, такое, то, что нужно технологически. И человек этого бы не успевал просто сделать. Понимаете? Так же, как обеспечить связь, например, ну, сейчас вот, во время военных действий. Ну, что, по телефону будете ручку крутить, как в войну? или в шлем будет заделано все там, тепловизоры всякие там и прочие дела. Это уровень управления одним человеком, когда, допустим, военный просто на поле битвы, как сейчас у нас происходит, знаем где, да? Сними всего, с него все это. А у противника будет такая возможность, такой искусственный интеллект. и наводка на цели через спутники, через глонас там всякие и прочие дела. Понимаете? Вот оно куда выходит. Но в основном это будут технологии, управляемые искусственным интеллектом. Ну, а вот этот членкор-академик, доктор-профессор Дима, мой друг, он мне объяснил простую вещь. Искусственный интеллект это быстрый и сверхбыстрый перебор вариантов имеющихся. Никогда искусственный интеллект не предложит вам новый вариант. Он изобретение не делает, открытие не делает. Он не может выйти на уровень творческий, уровень принятия решений. Это понятно, это понятно. решение творческих задач. Все. Я тоже считаю, что те люди, которые хотят развиваться, которые хотят уйти вот в правую часть, где 5% творцов, еще раз покажу вам эту картинку, чтобы сам на нее посмотреть, эти 5% людей двигают человечество все вправо. Все. Что сделал Ломоносов, который явно был здесь, да? Как это называется? Мульти, как ты с Хасай говорил? Ну, когда универсальный человек и химик, и поэт. Междисциплинарник. Междисциплинарник, да. Вот чем надо делать. Если у вас узкая профессия, ее выдавят с рынка просто-напросто. Ребята, школьники, которые сейчас меня, может быть, смотрят, студенты, аспиранты, ИТРовцы, просто рабочие люди, учителя, педагоги. Запомните. Обучать надо, обучаться самим и обучать других ваших подопечных, близких, знакомых, друзей мультифункциональности. Конечно, это, во-первых, базово, базово должны все обучаться. Базовая какая-то, я... А, базово по методу... По диплому я радиоинженер. Базово по методу Круч, потому что я приспособлен для работы с неопределенностью. Да. Потому что... И вот здесь как раз я хочу... А потом все остальные специальности и так далее. Погоди, я хочу как раз все слова передать, потому что... Потому что... вот я просто сначала сводю небольшую байку, расскажу историю. Это... Я никогда не вру. Я всегда либо решаю задачи, потом рассказываю решения, либо какие-то жизненные ситуации. Я разработал методику стратегического планирования для предприятий. То есть берем исходное состояние, через кризовские все штуки прокручиваем и строим план тогда на 5 лет, теперь я не решусь на 5 лет, на 2-3 года вперед. И они все сбывались. Ну, допустим, для банка я сделал на 2 года. Ну, там надо было обеспечить рост прибыли. Просили процентов 15. Получилось 700. Можете себе представить? Это было с директором. Это все работает. И вот когда мое окружение ближнее, ребята, друзья, ученики, партнеры увидели, что это работает, и меня пригласили в институт травматологии и ортопедии новосибирской. Он остался единственным из Урала. Раньше в каждом большом городе были такие, но это не научно-исследовательский институт, а именно медицинское учреждение, а это научно-исследовательский институт. И вот я прихожу, меня сводят там большие люди, доктора, профессора, и знакомят с директором института. Это вот такой дядька выше меня, ну, на две головы, наверное, и здоровый, такой крепкий, директор института, фамилию не буду называть, академик медицинской академии, завкафедрой, там, ну, всякое такое. И вот так на меня снизу вверх смотрит, сверху вниз, а я так робко на него смотрю, он говорит, Виссарион Григорьевич, а вы в медицине что-нибудь понимаете? Представляете, да, вопрос? Да. Я так ему глаза посмотрел, я уже три года или четыре занимался тризом, и так спрашиваю, а вы? Мужик, вы бы видели его лицо. Ну, Он с одной стороны обалдел, что от такой наглости, а с другой стороны понял, что по уровню работы мы с ним равны. Да. Понятно. Вот до этого случая я бы не не решился, а потом стал этим пользоваться. А чего мне бояться? У меня трис, а трис это универсальная вещь. Так же, как ключ, универсальная штука, для любого человека работает. Трис работает для любого человека, для любой отрасли, для любой задачи теперь. Не только технической, но и, например, медицинской, информационной. Мы в одной команде. Так вот, дело было в марте 98-го года. Задача была поднять прибыли, как обычно, туда-сюда, в марте мы закончили. Когда план прописали, этот директор ко мне подошел и говорит, «Вестерин Григорьевич, а вы нас не бросите?» Понимаете, они опасались, что не смогут этот план реализовать без меня. Хотя весь план, все так построено методикой. это самообучение в процессе создания плана развития собственного, своего предприятия, включая твое рабочее место, лабораторию, хирургическое отделение, что хотите. Я говорю, да нет, что вы там, если что, звоните. Если кто помнит, кто постарше, 98-й год, 18-е августа. дефолт хлоп-бысь, доллар был 60 копеек, сигареты стоили 32 копейки, которые я, курильщик заядлый, хоп, 6 рублей, ну, почти, и выше, 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 и вопли наших демократов, или как их там называли, в то время, 98-й год. Все, все пропало, шеф, знаете, как глянтовая рука, шеф, все пропало, у нас не будет ничего, жрать будет нечего, бумагу финны перестали, они продают, но так дорого, что мы не можем купить, бумаги не будет, ну, я помню прекрасно это все, а я сидел и радовался. Знаете, чему? Не бывает просто хорошего и просто плохого. Всегда есть что-то хорошо, есть что-то плохо. Цифровизация чем-то хороша, чем-то плоха. Дефолт чем-то хорош, чем-то плох. Он был хорош тем, что поднялся наш производитель, производитель пищевых продуктов, фермеры появились. Было голодное время, я прекрасно помню, что говорить, я еще молодой тогда был. И появилась, через три месяца появилась бумага нашего производства. Понимаете? Хасай уснул, по-моему. Нет, я внимательно слушаю, я просто вспоминаю эти периоды. Очень ярко ты их вспоминаешь, сразу глаза закрыл. Я думал, нет, это тяжелое время было, я не спорю. Так и цифровизация, давайте посмотрим. А что хорошего? Цифровизация хороша тем, что она снимает рутину. Нижний слой дурацкой, нетворческой деятельности. Конечно, механическая работа, тупая. Тисто механическая работа. Рутина. Хорошо. А как бороться с этой рутиной? Метод ключ берем, применяем. Метод ключ применяем не только для того, чтобы автоматизировать, обучаемость ускорить у людей, а и для того, чтобы решать те задачи, которые кажутся нерешаемыми. Вот для чего это нужно. Через освоение нулевого состояния, где нет страха, комплексов, стереотипов, нет шаблонов и нет подражания авторитетам. То есть голова становится свободной и любую задачу ты по-другому решаешь. Но самое главное здесь озаботиться вопросом. Я любую задачу тоже могу. Правильную цель поставить. Цель поставить, да. Вот я поставил вчера себе такую цель, как мне с одним человеком познакомиться, который меня не знает, а мне очень нужно. Как только я подумал, как это сделать, я тут же понял, как. Потому что у меня мозг так уже работает, я как генератор людей. Я научил его. Я сейчас лягу спать, например, в утром проснусь и у меня будет решение. Я ему позвоню. Сывает такое, да? Менделеев во сне таблицу свою придумал. Ну, я же придумал методику озарения по заказу. И по заказу выходить на состояние, когда ты в ударе. Ты представляешь по заказу озарения и по заказу в ударе. Поделись. Очень хочу, очень надо. Сейчас нам надо завершить, потому что у нас вряд ли кто дослушает такую длинную, так сказать, беседу. Да, да, все, согласен. Но она судьбоносная. Потому что с этого момента скорость решения этого вопроса, как защитить человечество от манипуляции искусственным интеллектом, если он сорвется из-под контроля человека, и как сократить кризисы и войны на планете, с этого момента отчет начался уже всерьез. Но мы делаем это так деликатно. Мы говорим такими словами, что наши каналы защищены. Никому в голову не придет то, что мы говорим о таких серьезных вещах. Я уже знаю. Мы так говорим. Мы говорим о картинах, мы говорим о том, о том, о том. Хорошо. Спасибо тебе, Виссарион. Тебе спасибо. И слушателям, кто нас видит, слышит. Пожалуйста, все эти вопросы Виссарион Сибиряков вам ответит, и я вам отвечу. Да, скоро к нам подключится Калошин. Это вообще тоже интересный интересный человек. То есть, в 90-м году он ко мне приезжал в гости, и когда я ему показал левитацию рук, он сделал, говорит, ой, состояние стало, как говорил Альтшулер, свободное состояние, там нет штампов, ничего. Ну, такое состояние, он, говорит, нам рассказывал на лекции. Вот оно, оказывается, какое. Да, вот, потому что трис и ключ, они, очень, так сказать, подходят и по философии, и по инструментальности. Таким образом, самое главное, вопрос, который мы поставили. Цель. А у нас достойная цель. Спасибо тебе, Виссарион. Мы открыто поговорили об этом, чтобы все знали, понимали, чем мы занимаемся. Чем планируем заниматься. А чем планируем заниматься и уже занимаемся. Да, как ни странно, но уже будут сейчас движения происходить в реальности. У нас, между прочим, не забудьте, пожалуйста, друзья, в четверг в 20 часов вебинар «Сыграй свою игру», и там будет вторая часть, которую никто еще в мире не знал и ни в одних книгах мира не написано, ни в Индии, ни в йоге, ни в медитации, ни в монахе, ни в шаолине, никто этого не знает, а мы знаем, вычислили. Так что будет, вы получите из первых рук. Еще я создал группу, райскую группу, где мы там будем записывать наших еще более таких продвинутых уже участников и все вместе сделаем мозговой шторм, генератор творческий на основе метода ключ, освободимся от шаблонов и мозговым штурмом решим глобальные проблемы человека и человечества. Спасибо тебе, Виссарион. До связи. Да, пожалуйста. До связи, до встречи. Скоро приеду. Жду. Увидимся. Жду. Уже договорился, что меня тут к тебе привезут. Все. Знаешь, кто? Знаю, знаю. Жду. Будь здоров. Отдыхай. До встречи. Так. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Я же должен его куда-то нажать. Подожди. Завершить запись там где-то есть. Да. Завершить. Так. Записывает. Да. Ну, recording in progress. Значит, все. Выключаем, да? Ну, выключай. Завершение. Спасибо. 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 Спасибо.